Дорогие братья и сёстры! Сердечно поздравляю всех, кто будет нас видеть в эфире с праздником Святой Пасхи. Каждый год Церковь готовит нас к этому великому празднику, проводя через очистительное поприще Великого Поста. Смыслом пришествия на землю Сына Божия было спасение человека, которое было бы немыслимо без воскресения Христова. За богослужением мы каждый год вспоминаем тот путь, по которому прошёл Господь наш Иисус Христос. Мы каждый год вместе со Спасителем проходим Его земной путь, сопереживая и Его страданиям, и радости Его воскресения, которую мы каждый раз ощущаем на пасхальной службе. Всех, кто нас сегодня видит и слышит, ещё раз поздравляю с праздником Святой Пасхи и желаем всем нам вечной радости и будем молиться Господу о том, чтобы Он всех нас сподобил увидеть Его в Царстве Небесном. И со словами на устах «Христос воскресе!» будем всегда помнить Его присутствие и защиту, Его о нас заботу и ту радость, которую Он нам приносит в эту пасхальную ночь. Аминь. «Христос воскресе!» Праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха – главное событие года для православных христиан. В этот день всё человечество, а значит, каждый из нас, получили надежду на спасение, потому что Христос воскрес. Зажжёнными свечами мы таинственно участвуем в торжественном входе Царя Славы, грядущего на вольную смерть, и ветвями вверх при пении «Ассанна» встречаем его у врат Иерусалима. Шаг за шагом шествуем мы Господу нашему и Спасителю, и разворачиваются перед нами события одно за другим. Иисус Христос, зная, что пришёл час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. «Да будет всё едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это единение любви в общении тела и крови Христовых есть высшее исполнение церковного единства. Оно и есть соединение во образ единосущной и нераздельной Троицы, о котором говорил Господь на прощальной беседе своим ученикам. Вспоминая в богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и благоговения следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово, грядущего на вольную страсть Христа Спасителя. Постепенно ведёт нас по стопам Господа на протяжении всего Его крестного пути, от вифании до лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных за людские грехи и страдания на кресте. И далее до светлого торжества Христового Воскресения. Соединяет нас печаль о начавшемся крестном восхождении Господа на Голгофу и радость о той великой радости, которую Господь уготовил для всех любящих Его. Это крестная радость и есть та подлинная духовная радость, которая нам ныне даётся. В светлые пасхальные дни уже по давней традиции в нашей епархии проходит выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Он воскрес, и это воскресенье дарует нам вечное спасение. Пасха в трубы золотые, ангелы трубят с небес. Будьте счастливы, живы, радуйтесь, Христос воскресенье! Бои иисусы! 400 участников из России, Белоруссии, Украины, Греции, Молдовы, Святой Земли приедут на выставку и привезут свои произведения. Это книги, церковное облачение, произведения ювелирного искусства, детские деревянные игрушки, произведения народных промыслов и, конечно же, монастырские угощения. Из традиционных участников это, конечно, Свято-Елизаветинский монастырь Минск, это Свято-Троицкая Александра Невская Лавра, Свято-Казанская Амбросевская пустынь Шмордино. Это мастерские иконописные, лик, художник, владимирские иконы, издательство, конечно, всем известная, Сибирская Благозвонница, Отчий дом, Пересвет и много-много других участников, которые радуют наших посетителей. Среди новинок у нас впервые будет принимать участие Московская школа церковного зубнари Ильи Дроздихина. Каждый, кто интересуется церковным искусством, конечно, отдаст должное и услышит малиновый звон, разносящийся по Манежной площади. Этот год посвящен 1150-летию российской государственности. В связи с этой датой на выставке «Пасхальный праздник» будет представлена экспозиция картин крепости Русского Севера. На северо-западе Ленинградской области сохранилось драгоценное ожерелье из средневековых крепостей, которые сумели воплотить художники проекта в исторической подлинности. Для того, чтобы создать эти картины, мы собирали исторический материал. Использовали древние гравюры, планы крепостей. Выезжали на место, потому что то, что лучше всего сохранилось, это ландшафт. И ландшафт подсказывал архитектуру этих сооружений, показывал их мощь и уникальность. То есть это не фантастические картины, оторванные от реальной действительности. То, что мы изобразили, это крепости, которые были и которые будут, когда их восстановят. И останется это в веках. Потому что, чтобы наши люди гордились своей родиной, своим искусством. Потому что цель проекта – это патриотическое воспитание, чтобы как можно больше людей всколыхнулось, заболело душой за свою родину и стало ей гордиться. Авторы выставки картин крепости Русского Севера надеются, что в будущем разрушенные крепости возродятся. На выставке будут подведены итоги нового интересного проекта. Издательский отдел Санкт-Петербургской епархии журнал «Вода живая» проводит среди приходов нашего митрополитического округа конкурс лучей сайт Санкт-Петербургской епархии. Мы живем в мире. Наши приходы живут в мире, в нашем городе. И нам важно о себе как-то заявлять. Вот мы – христиане, такие наши принципы, такие наши общины. Тем-то мы занимаемся в наших общинах. Вообще, это цель каждого прихода – не быть оторванным, не быть изолированным, а быть частью окружающего гражданского сообщества. Одним из важных таких способов является создание веб-представительств, то есть сайтов, которые рассказывают о приходе для тех, кто в этом нуждается. И епархия желает, чтобы этих сайтов делалось больше, чтобы они были более качественные, чтобы они были более сделаны профессионально. И в связи с этим возникает идея создания конкурса. Эта идея появилась буквально осенью, и в этом году будет проведен первый конкурс под названием «Лучший сайт Петербургской епархии». И действительно важно, чтобы были хорошие сайты в нашем церковном округе. Есть такая идея – подарить победителю этого конкурса такую вещь, как iPad. Современный такой, но и полезный инструмент для каждого человека, живущего в информационную эпоху. В первый день выставки будут подведены итоги и награждены победители конкурса «Лучший сайт Петербургской епархии». Выставка «Пасхальный праздник» дает возможность не только узнать о жизни православного мира, но и выбрать место, куда можно отправиться в паломничество. За последние годы по всему нашему Отечеству возродились многие храмы и монастыри. Древний русский город Болхов Орловской области называли «Город церквей». Он был сильно разрушен, но стараниями и молитвами уроженца этого города, ныне почившего протеерея Василия Ермакова, поднялись из руин прекрасные храмы, и сегодня к святыням Болхову устремляются паломники из многих мест России, ближнего и дальнего зарубежья. На выставке состоится ряд премьер документальных фильмов о монастырях, подвижниках веры и благочестия, исторических личностях. 26 апреля в 11 часов будет представлен фильм «Свет радости в мире печали» о замечательном подвижнике XX века митрополите Иосифе Чернове. Впервые во все дни выставки для посетителей будет бесплатно работать юридическая помощь. Традиционно, тем, кто хочет получить ответ на наболевший вопрос, разрешить духовную, семейную проблему, поможет акция «Задайте вопрос священнику». Цель выставки является объединение усилий Русской Православной Церкви, светской власти, общественности по сохранению и развитию традиционных духовных ценностей, отечественной культуры, искусства и нравственности, единения российского общества. Согласно старинной русской традиции, в пасхальные дни принято оказывать помощь всем нуждающимся. И наше выставочное объединение РСТЭК помогает организациям, оказывающим помощь больным детям, сиротам, подросткам из неблагополучных семей. Наша выставка позволяет им не только рассказать о своей деятельности, но и найти волонтеров, помощников, а иногда и собрать немалые средства. Окажите помощь. Творить добро очень легко. Выставка – это своеобразное паломничество. Тем, кто не может далеко уехать, представляется уникальная возможность посетить сразу 100 монастырей. Тем же, кто хочет все-таки совершить реальное паломничество. В этом, конечно, помогут наши участники. Представлены паломнические службы Валамского монастыря, Каневского, Соловецкого. Это святыни, которым всегда хочется возвращаться вновь и вновь. И для того, чтобы эта поездка оказалась еще более незабываемой, впервые на выставке будет проводиться мастер-класс по фотографии. И вы сможете запечатлеть свои самые удивительные и интересные впечатления. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку «Пасхальный праздник», который состоится с 25 по 29 апреля в Михайловском манеже, Манежная площадь, дом 2. Подари себе праздник. Празднуй, живители горный Собот, Воскрес, наш Спаситель, Воскрес, Победитель, Христос, Искупитель, Воистину, воскрес, И наша пасхальная радость пусть дойдет до самых дальних границ нашего Отечества. И все люди, кто услышит о воскресении Христовом, чтобы все бы они пережили радость, присоединились к этой нашей радости, и для них праздник Святой Пасхи был бы необыкновенной радостью и необыкновенной ценностью. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвы, смерть и смерть поправ! И сущим на гробе живого народа!